Ну что, будем высаживать? Будем высаживать. То, что сделано, было в мемориале за 22-й год. Это все измерено только с созданием самого мемориала. Ну, конечно, уже и практика какая-то наработана, видим, что где-то что-то надо, и объем работ колоссальный, и главное, понимаете, вдохнулась в мемориал новая жизнь, и это целиком. Брестская крепость и Хатынь, это же уже такие места международные, известные, поэтому их, конечно, надо поддерживать. Надо каждый год что-то делать, каждый год какую-то изюминку привносить. Все-таки здесь основная деревня из многих сотен, которые погибли. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Бригаде. Добрый день. Привет, Сергей. А что ты не работаешь? Да что меня ждать, я подключился. Все, готово для работы. Значит, два этапа. Здесь высаживаем деревья, потом в твоем распоряжении. Ну что, уважаемые друзья, начнем? Начнем. Или вы думаете, что мы не будем с вами работать? Да. Давайте. А тебе помешек? Угу. Пожалуйста, покажите нам. Мастер-класс. А сенатор где? Здесь. Берите лопату, показывайте народу, как работать. Терри лопатку, давай, я держу, Димочка. Поднимай. Ты молодой. Товарищи, поближе посмотрите, посмотрите, как это делается. Пусть, слушайте, вот это же помешки. Пусть работает. Нет, Басков, тут надо вот, ножкой надо. Это не прохлопывая. Я приду, чтобы садись в воду. Да, да. Потом можно немножко вот так вот подлить водички. Конечно, можно с этого вот. Ну, еще подбросить. Можно аккуратненько, не спеша. Ну, если смелее насыпаешь что-то. Первый раз на субботнике взяли в руки лопатку. Тут 80 деревьев в конце этого года. Натренируйте. И все. Ты что будешь забивать? Волья или что? Я буду поддерживать дерево. Вот все воли. Ну, смотри, чтобы было ровненькое, как ты, красивое. Коль, протопчи. Так, сейчас мы выровняем, забьем, потом подсыпем. А валить потом? Ну, потом. Да. Явно делали не под эти деревья. Расточительная работа, как всегда, лесхозу. Ну, я говорю, в прошлом году тонкие они не выдержали. Поэтому укрепили в этом году. Ну, Сергей, на, показывай, как ты хочешь. Нас так учили, как я. Что правильно делать? Узлы не делаем. Узлы не делаем, доходим, фиксируем. А ровно стоит дерево? Ровно, ровно. Не наклоняй ее. Отпускай. Так. Все? Коль, протоптали, полили. Немножко полили. Чтобы не растекало. Коль, давай, вот сюда. Все. Слушайте, я вообще, честно говоря, не помню даже в Хатыни такой хорошей погоды солнечной, да? Совсем обычно здесь другое, конечно, настроение такое больше. Скорбное, грустное. Бантик. Ну, я постараюсь. Вот здесь вот, каждый сможет посадить себе дерево с детьми, приедет вот на этой поляне, здесь поставят вешки они, выбирая место, посадил и подписат. Ну да, на память. Ты видишь, прожились, собственно, уже лет по пять. Угу. Ну и те же клювы тоже выбирают, чтоб хорошо. Почтогоднее бы не было. Да, все, все. Хорошая. Видишь, все. Ну, значит, с правильными помыслами с этим. Хорошие помыслами. Ну да. Ну да. Ну, говорят же, что деревья чувствуют. Конечно, все в природе чувствуют, взаимоввязано. Это, мы просто этого не изучили, мы вообще ничего не знаем о природе. Поэтому на нее лучше молиться. И вот мы же обычно приезжаем туда, в Хатынь, такая погода всегда не очень, да? И вот, ну, мрачная такая атмосфера, а сегодня такое солнце, как бы другое место совершенно, вообще по-другому воспринимается. Значит, правильное дело делаем.